А что общего у музыки и спорта? Ну, помимо того, что есть виды спорта, где что-то исполняется под музыку. Нет, я сейчас буду говорить про себя. Дело в том, что музыка для меня это такой мощнейший инструмент даже, наверное, не релакса, а какого-то жизненного вдохновения. Потому что, я сколько себя помню, я все время слушаю практически одинаковую музыку. Это Deep Purple и Black Sabbath? Ну и все производные. То есть у меня есть все сольные альбомы, которые выпустили, я не знаю, Тернов, Хьюз и масса людей. Я сейчас всех знаю. Ты можешь забыть спортсмена, ты можешь не знать, кто выиграл, но если ты не знаешь фамилии гитаристов Кис, то тебе грош цена, собственно говоря. Не говоря уже про Iron Maiden и остальных уважаемых людей. Вот, поэтому вы просили про нашу музыку? Да, вот у нас-то кто вообще в этом уровне работает? Нет, ну у нас, конечно, у нас есть потрясающие люди, на самом деле, которые, я считаю, что эльфийская рукопись, написанная людьми из эпидемии, исполненная блистай, там целая когорта, и тот же и Беркут, и Серышев, и Самосват, и одна из... У всех своих партнеров, понятно. Нет, дело, это не реклама, никакая не джинсайд. Действительно хорошая рукопись. А сын что слушает? А сын... После того, как мы с ним сходили на Купера... А где вы сходили? Мы сходили на Элис Купера в Москве. Да, в Крокусе был концерт совершенно, Миша выучил Poison. Ага. Ну и, конечно, на следующий день был поход уже не со мной, я не смог, на Юра и Хип. Ну и тоже, собственно говоря, то есть ребенок, он абсолютно наш человек. Ну и в этом возрасте про Элис Купера надо не пользоваться, а school's out. Согласен, но это все-таки сначала нужно, мне кажется, более коммерческие вещи из поздних 80-х. Миша покорил меня тем, что на концерте Deep Purple в Москве, когда ему было еще 10, он сел, все время косился куда-то в правую сторону. И он говорит, пап, вот мне очень девушка понравилась. А девушка была такая, серьезная девушка такая, сидела в первом ряду випа, мы сидели во втором. И как, что, как делать, действовать? Я говорю, ну ты подходишь, знакомишься, приглашаешь на кофе, он говорит, а жениться надо? То есть, жениться, жениться не обязательно. То есть, как-то... А он, кстати, то, что вот он сын самого знаменитого спортивного комитета... Ну давайте сейчас не будем бросаться эпитетами, потому что у него очень-очень мама тоже известный человек, хочу сказать, да. Ну вот это ему... Мама Миши Губерниева, как я ее называю. Хорошо, но это помогает ему вот такие родители. Скорее мешает. Или мешает. Скорее мешает. А когда это начнет помогать? Это ж начнет помогать. Это, ну, он уже примерно... Кем вы его с мамой видите в перспективе? Примерно осознает, конечно, что, в общем, пока кроме фамилии, в общем, особо ничего и нет. И я пытаюсь, конечно, вкладывать, что нам было значительно труднее, нежели ему, по понятным причинам, в свое время. Но, как мне кажется, все-таки он начнет это понимать уже сейчас 11-12 и делать правильные выборы. А не то, что поехал английский изучать Великобританию и сказать, что-то какие-то тупые папы-спанцы по-русски не говорят. А Греблей он занимается как папа? Нет, Греблей не занимается, он ходит на футбол, занимается шахматами. А, на футбол? Да. Но... Легенда говорит, что Гверния терпеть не может футбол. Это вранье. Футбол это прекрасно. Это прекрасно втройне, когда мир с вратарем наступил. Мы с Вячеславом пожали друг другу руки и, в общем, сейчас прекрасно оба себя чувствуем. Поэтому в этом смысле футбол, конечно, мы ждем. Здесь просто, может быть, не все помнят и знают о каком конференции. Про Вячеслава Малафеева, да, то есть мы помирились, а мы уже помирились. Когда была оговорка, ну не оговорка, а в институте. Ну, там, сейчас мы не будем к этому случаю возвращаться. Но все точки, я же ее и закрыл. Все точки расставлены. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.